Художник обрёл мировую славу благодаря уникальной технике ожившей живописи. Рисунок наносится не на прозрачный пластик, а на стекло. Петров работает пальцами, а не кисточкой. Для одной минуты мультфильма необходимо создать около тысячи картин. Неимоверный труд художника дарит зрителям фантастическую лёгкость восприятия произведения. «Корова», «Старик и море», «Сон смешного человека», «Русалка», «Моя любовь» и другие произведения Петрова теперь могут посмотреть посетители Строгановских палат в Усолье. Ожившая живопись позволяет Петрову напомнить людям о таких жизненно важных вещах, как достоинство, любовь, нежность и человечность. Самая благодарная аудитория – это дети, говорят в музее. Несмотря на то, что темы Петрова далеко не всегда детские. «Мультфильмы, я не могу сказать, что они для детей. То есть взрослому тоже они будут довольно интересны. Но есть довольно тяжёлые произведения, как, например, «Сон смешного человека» по Достоевскому. Есть корова, которая очень нравится детям. Они остаются здесь, даже после просмотра начинают её обсуждать, причём довольно живо». Эта экспозиция в палатах Строгановых будет работать до конца октября. А в сентябре Верхнекамье, возможно, посетит и сам мастер. Елена Иговцева, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей.